Минувший год ударил по курильщикам со всех фронтов. Сигареты подорожали на 27%. Запрещено курение в общественных местах и демонстрация табачной продукции в магазинах. Ивановские законодатели обсудили реализацию на территории Ивановской области федерального закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Мы выходим на показатели российских, снижение в количестве выражения у нас 16%. Ивановские законодатели отмечают все положительные тенденции, связанные с внедрением антидоплачного закона. Ивановские парламентарии в дополнение к федеральному закону предлагают запретить курение на остановках, в скверах и парках. Новую инициативу озвучили и органы правопорядка. Например, запретить курение за рулем. По мнению полиции, много аварий происходит именно в тот момент, когда водитель отвлекается от дороги и закуривает сигарету. В целом же за прошедший год была проведена серьезная работа по борьбе с нарушителями антитабачного закона. Сотрудниками полиции составлено 4 328 протоколов административных правонарушений, из которых органы внутренних дел рассмотрены 4052 протокола. Наложено административных штрафов на сумму 1 745 000 рублей. Результатом работы этого круглого стола стало подписание трехстороннего соглашения между Российской некоммерческой организацией здоровья и развития, областной думой и сполкомом правящей партии. Это подразумевает целый комплекс мероприятий по защите граждан от последствий воздействия табачного дыма. В частности, разработку специального сервиса. Установив приложение на мобильный или заказав смс-рассылку, каждый желающий просить курить будет получать короткие текстовые советы. Эти смс-сообщения, они работают в некотором смысле как такой удаленный, но консультант. Как врач, который бы, если бы разговаривал с вами вживую. Но, к сожалению, не всегда мы можем прийти к врачу, а иногда мы общаемся, но тогда нам на помощь приходит телефон и смс-сообщение. Сервис будет работать бесплатно для всех жителей страны. Запустят смс-консультанта весной этого года. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.